Четвертая глава. Дорожные знаки и дорожная разметка. Статья 61. Дорожные знаки. Дорожные знаки – это одно из основных средств, содержащих определенную информацию о правилах и условиях дорожного движения и регулирующих его. Дорожные знаки состоят из семи групп знаков. Предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной информации, таблички. Каждый дорожный знак имеет свой номер, первая цифра которого соответствует номеру группы. Последующие цифры отражают последовательный номер в группе, а при наличии разнообразия – последовательный номер знака. Каждая группа дорожных знаков имеет свойственные ей цвет и форму, за исключением знаков приоритета, которые собираются из разных групп. Для того, чтобы дорожные знаки различались и прочитывались в любое время суток, они освещаются изнутри или оснащаются снаружи светоотражающей поверхностью. Специальная тонкая пленка на основе мелких стеклянных шариков, которые отражают цвет световых приборов, транспортных средств. Знаки, освещаемые изнутри, устанавливаются в искусственно освещаемых местах дороги. Знаки со светоотражающей поверхностью применяются на дорогах, не имеющих искусственного освещения. Допускается установка знаков со светоотражающей поверхностью и на дорогах со стационарным освещением, если будет обеспечена их видимость с расстояния не менее 100 метров. Если размещение дорожных знаков носило временный характер, например, при проведении ремонтных работ на дорогах, скользкой дороге и тому подобное, и отпала необходимость в их применении, эти знаки немедленно снимаются. Не разрешается устанавливать более трех дорожных знаков на одном и том же отрезке дороги, не считая повторяющихся знаков и дополнительных табличек. Все дорожные знаки устанавливаются на правой стороне дороги, кроме специально предусмотренных случаев. Если на дорогах, имеющих две или более полосы для движения в одном направлении, дорожные знаки своевременно трудно воспринимаются водителем, они должны повторяться с учетом задержащейся в них информации. Если на дорогах, повторяющиеся знаки устанавливаются на разделительных полосах, а если они отсутствуют, и для движения в противоположном направлении не предусмотрено более двух полос на левой стороне дороги. Если с левой стороны дороги видимость знака обеспечить невозможно, или для движения в противоположном направлении имеются три полосы и более, то дорожные знаки устанавливаются на проезжей части дороги. Для того, чтобы обеспечить создание подходящих условий для восприятия дорожных знаков, эти знаки размещаются в точно установленных местах относительно проезжей части дороги. Расстояние от нижней части дорожного знака до дорожного покрытия в зависимости от места установки составляет У края дорог в ненаселенных пунктах от 1,5 до 2,2 метра, у края дорог в населенных пунктах 2,4 метра, на островках безопасности и на проезжей части не менее 6,0 метра, на проезжей части 5-6 метров. Расстояние от края проезжей части дороги и края грунтового покрытия обочины до знака составляет от 0,5 до 2,2 метра, а до края знаков 5.20.1, 5.21.1, 5.27, от 0,5 до 0,5 метров. Без решения органа, определенного соответствующим органам исполнительной власти, запрещается устанавливать дорожные знаки на дорогах, доходящихся на соответствующие территории. Контроль за установкой дорожных знаков и их содержанием в надлежащем состоянии осуществляется органам, определенным соответствующим органам исполнительной власти. Лица, устанавливающие дорожные знаки без соответствующего решения, несут ответственность за это. Продолжение следует...